Сперва необходимо зафиксировать, что власти, получившие существенную часть голосов народа, в очередной раз его обманывая, обслуживают этот российско-турецкий план по захвату и поглощению Армении. Одним из свидетельств этого является то, что официальные источники с большим опозданием предоставляют очень сухие и половинчатые сведения. И самое главное, они не раскрывают планы врага, не говорят, по какой причине враг атакует наши границы. К примеру, почему в небо поднимаются вражеские БПЛА? В конце концов, понятно, что с целью уточнения мест дислокации систем ПВО и их уничтожения, вероятно, также полномасштабные нападения. Но это все не придает согласке, и я уверен, что эти власти являются составной частью общего плана. Все они являются предателями Родины и обслуживают российско-турецкий план по уничтожению Армении взамен на свои должности, за что они, конечно, ответят. Так ничего не получится. Мы сейчас никак не можем помешать этому процессу с предательскими властями, обслуживающими планы врага, с разрушенными и разваленными государственными институтами, в том числе с разрушенной и разваленной армией. Мы не можем помешать этому процессу, и единственное решение — формирование национальных властей и тесный союз с Западом, в первую очередь с Францией и США, с целью получения военного, политического, дипломатического, экономического и иного содействия. Сегодня нет другого решения. И как можно скорее необходимо, чтобы политически зрелая часть нашего народа, наконец, как говорится, должна перестать упрямиться и понять, что нужно объединиться вокруг этой идеи.